Всем привет! Это канал Красного Герцога и мы продолжаем изучать звёздную систему и её загадки с игрой Outer Wilds. Если вам понравилось это видео, не забудьте пожалуйста поставить лайк, подписаться на канал, если вы ещё не подписаны, ну и оставьте комментарий по возможности, потому что мне очень важно ваше мнение и конструктивная критика. Спасибо! Ну что ж, в прошлой серии мы узнали очень много новой информации, фактически всё о том, что происходит, да, то есть что на мае подготовили проект, который вот собственно запускает в прошлое события, да, создаёт временную петлю, но у них не хватило мощности, чтобы взорвать нашу звезду и проект не сработал. Однако, двести восемьдесят тысяч лет назад они столкнулись с кометой Чужак, которая прилетела в нашу Солнечную систему, решили её изучить и после этого все исчезли. А во прошествии времени, в наше уже время, да, Вселенная начала умирать, звёзды превращаться в сверхновую, в том числе и наша, и её взрыва хватило, точнее, энергии от её взрыва хватило, чтобы запустить проект ЧасПеп и создать временную петлю, в которой мы, в общем-то, и обретаемся, и которую в прошлой серии нам удалось разорвать, и мы погибли. Вот. Поэтому сейчас мы её рвать не будем, сейчас мы... Так, у нас ничего здесь нового, да, и мы сейчас отправимся на Чужак, посмотреть, что же там произошло такого, отчего все на мае погибли. Вот. Ну, и это тоже будет, кстати, непросто, потому что... Да, тут и, в общем-то, любая планета у нас создаёт нам сплошные проблемы, потому что, как мы знаем, кометы, приближаясь к Солнцу, начинают активно испаряться, а удаляясь, наоборот, покрываются льдом. Так, мы вообще примерно туда летим, да, примерно не туда, то есть нам надо куда-то вот сюда. Вот. То есть, значит, мы сейчас высадимся на эту комету, если нам удастся высадиться на неё, пока она далеко, там будет всё покрыто льдом... Стоп. А, мне, во-первых, вниз она. Во-вторых, вот она, да. Вот. А по мере приближения к Солнцу, а летает она, кстати говоря, очень даже быстро. Вот. Всё это будет таять, а потом опять замерзать. У нас есть реальный шанс застрять во льдах и погибнуть там. Что, в общем-то, не очень хорошо. Плюс ещё надо успеть до того, как солнышко наше распухнет, потому что, начиная с определённого момента, комета будет пролетать через звезду. И мы, естественно, этого тоже пережить не сможем. Так что, в общем, сомневаюсь я, что у нас получится изучить эту комету за один заход, за один цикл. И особенно с учётом того, как лихо я пролетаю мимо, да? Сейчас. Оп! Ну, или вот так, например, делаю... Эммм... Эпичное самоубийство было. И извините, что так вышло. Я не хотел. Ладно, значит... Ну, я сейчас это дело мотану, потому что ещё раз смотреть этот процесс будет, думаю, не очень интересно. Ну, мы вот приближаемся к нашей комете, которая, в общем-то, помимо всего прочего, ещё и довольно маленькая, да? И у неё есть, значит, вот сторона, обращённая к Солнцу, и есть сторона, обращённая, как бы, от Солнца, где у нас куча всяких, вон, ледяных пиков, я вижу, да? А здесь, на этой стороне, вот тут, я так понимаю, это и есть трещина, про которую шла речь. Вот. Ну, давайте мы её облетим всё-таки, посмотрим, что тут ещё есть интересного. Попробуем пройти через её хокст. А, кстати, что-то там, по-моему, есть, нет? А, нет, это, по-моему, просто очередные ледяные пики же. Нет, что-то там синеет. Что-то там всё-таки голубеет. Давайте мы, наверное, сделаем вот что. Мы на неё сейчас аккуратненько сядем, ну, или попробуем, по крайней мере, что будет достаточно сложно, потому что объект не самый простой. Видите, тает, тает. Какая-то она тает. Нет, стоп, не надо так. О-о-о, мы взлетаем. Уже пролетаем мимо Солнца. И как бы нас, вот, сели. Да, с прибытием у нас на чужак. И пойдём изучать местную комету, которая, кстати говоря, скоро опять, значит, будет удаляться от Солнца. Значит, опять эти льды нарастают. А льды опять нарастают. И надо, если мы хотим... Эй... 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 Вот. Бум. И здесь есть какая-то читалка. Шалфей. Возникла проблема. Похоже, комета хочет сковать наш шаттл льдом. Если мы задержимся, шаттл может накрепко вымерзнуть. Лакка. В таком случае попросим кого-нибудь притянуть его к гравитационной пушке на части угля. Таволга. Будет трудно исследовать комету, если мы потеряем доступ к шаттлу. Возможно, не стоило приземляться на тёмной стороне кометы. Шалфей. Кому-то из нас следует остаться в шаттле, чтобы прогревать его и наблюдать за поверхностью. Таволга. Хорошая мысль, шалфей. Будь добра, подожди тут, пока мы сладко исследуем поверхность. Так. Это шаттл. Ага. Это шаттл. И он таки, да. Он таки вмерз. Эээ... Основательный вмерз, я так понимаю. Нужно нам, наверное, получается ждать, пока он отмерзнет обратно. Ждать, пока комета снова прилетит к солнышку. И тогда он, может быть, вытаит. Пока. Смотрим. Да. Мы сейчас на самой границе солнечной системы. И будет тут ещё, в общем-то, будем тут ещё довольно долго. Давайте посмотрим, что там с трещиной случилось. Заросла ли она совсем. Тихо. Вот улететь тут, конечно, как ни хрен делать. Куда-то в космос. Или всё-таки ещё доступно. Даже на таком расстоянии. Ну, пока я тут не вижу никаких трещин. Да, заледенело тут всё. То есть нам и шаттл надо изучать, когда мы рядом с солнцем. И в трещину лезть тоже, когда мы рядом с солнцем. Я бы не хотел сразу лезть в трещину. Я хотел бы всё-таки для начала изучить шаттл. Потому что, ну, мне кажется, что тут может быть полезная информация. Ну что ж, мы потихоньку приближаемся к солнцу. Комета начинает таять. Появился у нас хвостик милый. Из замерзших газов. И поэтому давайте перенесёмся поближе к нашему. Ну, точнее, не к нашему, конечно. Шаттл и подождём. Если, конечно, не угробимся, как он растает или нет. По идее, должен растаять. И в него должен открыться вход. Вот, какие милые звуки Bush. Это мы. Эй, 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 эй. Эй, эй. Эй, какого рожна. Я не хочу. Верните меня на комету. Ээээ, меня вообще с ней снисло. И, главное, видимо снисло. Потому что потянулось всё это. Класс, я разбился. да материал кометы начала сдувать солнечным ветром и нас выкинуло в открытый космос значит к шаттлу мы присоседиться все равно не сможем он кстати не похоже было что оттаивал так что значит мы тогда это дело игнорируем и ломимся сразу в расщелину которые пропали все на май но пока мы ждем пока солнышко растопит лед мы можем кататься на нем на коньках хотя конечно не очень осмотрительно у нас весь кислород может закончиться на сидеть корабли просто так скучно ведь кометы прилетает мимо солнца довольно быстро возможно у нас там запечатает я надеюсь мы не не утонем там до льдом нас просто запечатает а потом мы вылезем отсюда обратно вот вот пошел пошел процесс лед начал таять и мы начали дамы куда-то провалились в недра ледяной пещеры и поехали 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 в самые глубины так здесь у нас есть на призрачная материя то есть мы тут будем бродить по этим ледяным туннелем полным призрачной материи это не есть хорошо вот там я например нет вещь тоже нет кстати зато здесь есть кислород ну-ка здесь она есть не ну тут так не выяснишь придется стрелять до кислород тут есть хорошо ну то волга под поверхностью энергетический сигнал стал сильнее чтобы это не было она где-то в глубине у центра кометы мне начинает казаться что она опаснее чем мы думали шалфей ты нас слышишь шалфей дано очень плохо боюсь если вы спустите еще глубже связь пропадет лака не давай шатлу замерзнуть шалфей мы вернемся как только найдем источник энергетического сигнала шалфей ладно только будьте осторожны да они отправились сюда в на поисках энергетического сигнала и давайте мы посмотрим куда нам вообще лезть так так здесь есть призрачная материя и нам туда ходить не стоит здесь мы весьма как минимум можем пойти он туда на так ну хорошо давайте сюда запустимся а вот здесь и здесь призрачная материя и нас выбрасывает кстати в одну и ту же камеру паху а здесь есть как минимум развил очка и как минимум по одной из них мы скатимся куда-то где материи как минимум а нет значит возьмем на вооружение этот проход а здесь опять призрачная материя это уже какие-то неведомые недра так отсюда не отсюда ли я пришел часом стать я что-то как-то не это да да я же пришел ну точно вот я гений значит нам вот сюда ну хорошо давайте еще раз посмотрим и убедимся да что весь ни черта нет в плане призрачной материи поэтому можно ехать сюда а а здесь она это второй выход видимо до перекрытый призрачной мать и a a h h тихо 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 и не готов таким резким переменам тем более что весь призрачной материи есть то есть нам как бы туда но как бы не туда не понял о нет 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 это я так не готов но здесь в общем-то довольно обширно а здесь есть вот сюда можно да наверх хорошо ладно это радует это просто сквозняк опять призрачной материи тут обнаружено поблизости так слалом блин будет веселым вправо влево лево то есть придется ой ёшкин ты кота я не знаю значит право потом лево да блин нужен сейф мятские торможения тогда не забываем что мы можем тормозиться опять у нас гигантский каньон провал верни так мертвый на май или мертвый скафандр на фай и куча мертвых на май и мы падаем куда-то туда ладно ну поехали помоляюсь так весь невесомость у нас здесь у нас перекрыто темной материи большую родни или нет а здесь хрень какая-то непонятная так так кристалликами порос лакка получается энергетический сигнал воспускает эта каменная сфера точнее источник находится внутри нее сфера заполнена необычной материи тавалга камень заглушает энергетический сигнал на самом деле он в десять раз мощнее лакка тавалга нам не следует взаимодействовать с этой материи скорее всего мы не переживем прямого контакта с ней тавалга я впервые встречаю такую сферу но она явно защищает нас от того что внутри меня тревожит нестабильность этой материи лакка тавалга чем бы ни была эта материя она не только нестабильно но еще и сжата до предела посмотри на показатель плотности я никогда не видела такого уровня давления это что-то невероятное тавалга все куда хуже чем мне казалось если камень треснет материя начнет расширяться и заполнится эту звездную систему за считанные секунды давление внутри кометы повышается с ужасающей скоростью тавалга возвращайся к шаттлу быстро нужно сказать нашим друзьям что они в опасности бросай оборудование и беги лакка тавалга ты своем уме тавалга чем больше мы узнаем об этой материи тем выше будет наши шансы на выживание я постараюсь выяснить все что смогу предупреди остальных может они успеют построить укрытие беги лакка охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо так это значит тавалга у нас да да и я не понял она вот здесь было что ли то есть выплеснулась призрачная наша материя матьё за ногу и что мне собственно делать с этим ценным знанием дальше сунуться туда там вот вроде это она на материю то вроде не похоже но что-то там все-таки да есть на дам дальше есть материя призрачная много призрачной материи а потом он вернулся обратно то есть внутрь нам лучше не соваться ну то есть на этом как бы все что ли с кометой странно странно а здесь у нас тоже на весь так а мы видим и проходим опять рядом с солнышком да такая что я не посмотрел еще или посмотрел или нет это другой похоже что это другой у нас или или его просто это нет 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 не надо туда лететь не надо туда лететь да что ж ты его похоже теперь просто мотыляет на да его теперь просто мотыляет ну ладно значит в общем то больше здесь ни черта и нет а нам надо спешить обратно я даже не знаю как здесь пройти то теперь обратно тихо-тихо-тихо-тихо-тихо но в принципе так же на успею нет не успею похоже нет не успел не успел но комету мы осмотрели что ж то есть призрачная материя прибыла к нам вместе с кометы откуда-то из глубин космоса и но честно говоря яснее от этого не стало куда девались все на мае почему они вымерли часть погибла в экспедиции это да а где остальные и что нам главное делать дальше вот что самое интересное давайте попробуем понять что нам делать дальше изучая борт журнал может быть что-нибудь да поймем потому что пока я вижу два пути либо лететь на квантовую луну либо переставлять этот как он называется гипер ядро так разрушенное ядро пропавшие на мае шаттлы лежали рядом с большим камнем который словно взорвался изнутри на мае установили что странный энергетический сигнал идет от круглого камня наполнена неизвестной материей они выяснили что это материя смертельно опасные находятся под сильным давлением было понятно что если камень треснет материя начнет расширяться и заполнится солнечную систему за считанные секунды одна из дома и осталось чтобы исследовать эту материю другая поспешила на поверхность чтобы предупредить остальных не удалось найти шаттл на мае почти полностью вмерзший в лед значит так дд на борту шайтла были 33 на мая одна из них осталось чтобы следить чтобы следить чтобы шаттл не замерз остальные отправились и так оставил оставшийся на борту на мае клэри потерялся с остальными после того как они спустились под землю но она почему-то и не вернулась оттуда так и осталось в общем то на эту шаттлю так у нас вообще остались так сказать вопросы по озерной пещере и кванта квантовой пещеры что-то мне попался странный осколок который превращается когда не смотрю ну да и чего мы давно это знали ладно давайте попробуем до изучать эту тему с озерной пещерой полетим на час пепла на час в угля точнее и заглянем туда в недра так сказать вот это вот хрена монги которая там была я единственное место куда я не спускался этот на орбите вы не на орбите как она называется на полюсе где сидит у нас кто-то там я уже забыл кто у нас видит на часть угля и нет 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 да что ж ты будешь делать я мастер полетов не забывайте так ладно камера посадки требует ремонта переживем без камеры посадки так где у нас тут собственно северный полюс они южный кстати тишу на южный мой там тоже не бывали а на южном по моему обсерватории вот как раз да сверху он она эта хрень да я хотел куда-нибудь сюда бухнуться так аккуратненько я хотел бухнуться что без камеры посадки низко сложновато но тем не менее справились не вроде бы даже все починили отлично да так вот вот куда-то туда я хотел вот куда у нас ведут эти ступенечки очень я хотел это узнать вот они куда ведут даже еще ниже наверное вот про эту пещеру изначально речь шла все таки да слушайте а я много в общем то пропустил так не туда и снова не туда а я молодец а песочек тоже сыплется и засыплю тут все достаточно шустро это я не назад и возвращаюсь ну да и 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 здесь нигде не крока ушли ерунда какая-то не интересно ребят так вот как правильно вот наконец-то просочились наконец-то мы куда-то просочились и весь наверно надо куда-то вверх частности куда-то вот сюда здесь песочек сыплется весь нас сметает то есть надо скакать ну счет я бери понятно надо скакать по камешкам да я мастер полета поэтому мне конечно ни хрена не получится сейчас так так стоять фу-фу-фу-фу-фу ну-ка 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 оп и мы куда-то таки пришли на где-то мы ходим очередные блин эти катакомбы ненавижу кактусы пропали кактусы пошла квантовая хреномунзия тэкс да значит мы там в нужном направлении движемся опа и вот она еще одна пещера которую мы раньше нет не видели и непонятно почему кстати говоря потому что сюда эта хрень переносится но не с нами вот коварная падла ладно амела вы ищете если вы ищете колиуса то он пропал здесь его нет уже два дня шип что происходило до того как исчез колиус амела мы изучали горной породы коли у залез на самый большой странствующий камень я делал заметки а потом моя лампа вдруг погасла когда я вновь ее зажгла не колиуса ни камня уже не было она он и зато твой друг странствующий камень на месте амела мы с колиусом видели такие осколки несколько камней поменьше как минимум в другом двух других пещерах не знаю существенно ли это вот так а это что что случилось аж ой господи что-то я ни хрена не понимать так это у нас свет включает на при этом кстати бродячая зараза и выключает камень есть ко мне нет ну и чё мы только ради этого что ли сюда приходили еще больше ничего не будет вроде нет ну скелетики переставляются в общем-то все тут довольно странно туда-сюда мигает ну мы это дело изучили через эту пещеру обратно уже не выйдешь так что мы поедем на нашем расчинайте а мы не поедем на нашем расчинайте пока мы не выключим свет понятно тогда понятно на кой здесь эта хрень вот теперь поедем вы пыталки или ничего нет 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 ну ладно нам приехали а я знаю куда приехали так так то есть ты зараза такая знаешь только два маршрута да нет слава богу 3 нашелся все вещь я уже знаю куда идти как выйти ну понятно ладно так сейчас посмотрим конечно гореть вот как он называется борт журнал но походу мы уже дашь уже прям к кораблю по ходу мы закрыли эту тему смотрим а шиш там или нет да да закрыли вот на мае по имени колю стоял на страницу камень когда по газфагаре другой на мае когда она нажила фонарь и колюшника мне уже не было все до эту тему мы закрыли ох 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 у нас осталось квантовый сигнал квантовый квантовый я так понимаю это все открывается на луне ну что попробуем пальнуть или нет или все таки сначала попробуем переставить я вот честно говоря даже не знаю что нужно делать ну в конце концов если мы что-то сделаем не так да квантовый сигнал 6 квантовое местоположение квантовое святилище квантовая луна я думаю нам подскажут и заставят переделать поэтому давайте-ка мы полетим во-первых мы полетим надо для начала нам нужно заловить нашу луну для этого нам нужно будет попасть в другую на другую сторону где у нас да вот здесь стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп нет не здесь не нужна обсерватория древние да вот здесь бум венте вам не мешаем вот приезжаете приезжайте где нужно будет заловить луну нашу не хорошую где она у нас бешено возвращающиеся то где вот она ведь нет я тебе никто сделал вот так вот да и теперь ты хрен куда попадешь а ты вообще на правильный планеты течет не сообразил нет не на правильный вот нам нужно стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп а вот нет это терновник вот там вот мне надо чтоб ты была здесь это она на шестое ушла ну да шо ж ты там застрял то опять мимо проскочила да она издевается надо мной но неужели неужели сейчас на закрыть кораблем и она слинеет нет 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 хорошо попробуем а если мы сюда сядем он же он же пропадет рисунок на рисунке пропал и луна вместе с ним ну ладно тогда мы ее сфотографируем когда она подлетит сюда сама прям так сказать с места должна должна она будет сюда когда-нибудь вернуться должна же она будет сюда когда-нибудь вернуться так я как раз награю пушечку лечу очень точный можно сказать прицельный выстрел получился аккуратненько я молодец под конец игры я научился ну почти научился в прошлые разы забудем научиться летать на этом устройстве так а где у нас собственно извините панель управления она у нас другой страны черт 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 надеюсь мы успем паль пальнуть с собой из пушки до того как тут все разлетится шаттл находится прямо там значит это мы притягиваем это мы активируем да ну конструкция стандартная так понимаю да ёшкинку активировали и притянули ну и ждем нашу квантовую посланницу с тем чтобы ее зафиксировать тоже опять же можно ждать долго может подождать снаружи какой думаете лучше там будет видно или нет блин там точно могут ударить камнем по голове что уже не есть хорошо но тем не менее давайте попробуем у солнышко же багровые и 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 он она и Ладно, я сейчас вот заправлюсь Хотя у меня тут всего полно Но все не менее Ну ты есть-то А на карте тебя видно? Да, видно ты вокруг очень гиганта летаешь Так, уже не летаешь Вообще непонятно где ты летаешь Что-то как-то, это как-то все слишком для меня Трудно Ты? Нет, это очень гиганта Вот она Ёшкин кот Ну тут непонятно как она будет двигаться А И смысл Ждать пока Надо было ждать пока она здесь прилетит Блин Надо было ждать пока она прилетит здесь Ну теперь туда В общем я опять молодец Извините Я не ту кнопочку нажал В общем Я не только крутой космический пилот Я еще и крутой охотник за квантовыми лунами Хрен поймаешь Называется Ну опять тут Купить воропало Вот она где-то здесь Ну где Увы Боюсь я не узнаю Видимо я все-таки что-то делаю Низ немножечко не так Все-таки как-то неправильно Раз мы никак не можем попасть С эту долганую луну Ну Рывись Хоть что-нибудь Нет не хочет Да и улетела она уже отсюда Или нету вот она Летает где-то здесь Но нам не попадаются Ну у нас сейчас раздолбает Походу просто И все И не будет никакой Квантовой луны Нам Не будет никаких нам путешествий И придется опять гуглить Да Музончик пошел Музончик пошел Ничего у меня не вышло Тот я еще оказался Молодец Ну что ж Ладно Не будем дожидаться Музона Окончание Музона Давайте Совершим Какой-нибудь безумный поступок Дабы закончить этот Цикл Адской глупостью Ну Давайте нам какой-нибудь тут Где наша эта местная луна Сейчас мы у нее с разбегу Вот Да в следующей серии уже определимся Что же нам нужно делать дальше Нет не будет там тут красивого Разбитие поверхность Об стену мы не убьемся Да Жаль Жаль Очень жаль Ну Текст Миниатюрная черная дыра У них тут Прямо на кораблике Или это гиперядро А Это гиперядро У них кстати Это же гиперядро Здесь стоит А я могу его свистнуть Нет А я падаю Извините Ну все Наше солнышко бахнуло Я даже самоубийца не успел Умрем в космосе Как истинный космонавт Оголеть Да Ну извиняюсь Что вот так вот получилось То есть За всю серию Нет Ну мы правда еще на чужака слетали Да Я забыл уже Ну тем не менее Да Мы слетали на чужака Узнали что призрачная материя Родом с него Интересная Но не очень полезная информация Добили таки Эту дурацкую Озерную пещеру На чаще пепла Угля Да С этим Открыли в общем то Все практически В знаке вопросов Кроме по моему тех Что откроются как раз На Квантовой луне И судя по всему Насколько я понимаю Надо все таки Сначала слетать На квантовую луну А потом уже Пихать гиперядро Из проекта Часа пепла В Звездолет на мае Что мы и сделаем Если получится В следующей серии Которая видимо И станет Заключительной А на сегодня На этом все Всем спасибо И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok